Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня я на природе и расскажу вам о насущной теме слизней. Борьба со слизнями, что с ними делать и нужно ли с ними бороться очень сильно. В последнее время появилось очень много, так сказать, инвазивных слизней, которые завезены к нам извне, даже в Белоруссии. Появились испанские слизни, не то чтобы вчера, уже давненько появились, но они чужеродные. Также еще пришелец из других регионов – это кавказский слизень или черноголовый. Если испанский, он вообще отвратительный. Вообще слизни – как бы такая тема, ну, вредители и вредители есть, порой даже не замечаешь их. А здесь, во-первых, большой, страшный, неприятный, еще эта слизь такая за ним тянется, потом эти следы остаются. И испанский слизень, он просто отвратительный по своей внешности, потому что яркого, практически оранжевого цвета, с более темной головою, внушительных размеров – порядка 15 сантиметров. Кавказский или черноголовый, он более миниатюрный – 5-6 сантиметров, но тоже мало приятного он приносит нашему глазу и нашему саду. Хочу обратить ваше внимание на то, что в нашей природной флоре, в вашей природной флоре существуют свои местные жители. И их надо как бы изучить с такой целью, чтобы им не нанести вреда. Я уже слышу, там кто-то говорит о том, что сейчас начнет топить за экологию. А что я? Например, английское общество, аббревиатура такая, без фонетики, извиняюсь, RHC – это королевское садоводческое такое сообщество, которое занимается очень-очень на высоком уровне экологией, новые сорта, старые виды сохраняет и все такое. Это их рук Челти. Ну да, увлекаюсь, но что поделать. Вот недавно прошел очередной фестиваль Челти, и рекомендую зайти и посмотреть, что там такое. Ну так вот, они в прошлом году вообще исключили слизни из реестра вредителей, потому что слизни находятся у основания, так сказать, экологической цепочки, пищевой цепочки. Конечно, тут судьба у них такая двоякая. С одной стороны, они утилизируют всякие отходы и превращают их в компост, всякую зелень. А вторая история несчастная – то, что их поедают плотоядные различные хищники, типа ежики, птички. Поэтому вот все так вот переплетено в нашей природе. Есть еще такой слизень, который страшных размеров, страшных красок и достигать может 20 сантиметров. Это гигантский слизень. Он вполне себе распространен, но в дикой природе вы его не встретите. Получилось так, что типа он домашнее животное такое. И сильно он, мне кажется, не вредит. Он занимается ночью своими делами. Конечно, если что-то вы оставите, то он это будет пожирать. Особенно слизни все любят овощи, капусту, салаты, кабачки, тыквы. Все это они уничтожают. Вот испанские слизни, они вообще все уничтожают и даже друг друга уничтожают. А гигантский слизень черного цвета с красивыми узорами леопардовыми, он тоже очень активный. Ну, соседство с нами, с ними нас не очень радует, поэтому что будем делать? Сначала я порекомендую вам навести порядок у себя на участке. Не должно быть захламленных мест, не должно быть складирования разных старых бревен, поддонов. Компостная куча должна быть организована, а не просто вот там-там-там навалы. Это любимейшие места, где будут жить слизни. И в этих укромных местах их не увидят хищные животные и птички, которые ими питаются. Поэтому освобождаем участок, наводим порядок. Около беседок, около веранд, там где есть ниши какие-то, влажные места, затененные места, они такие места любят. Там тоже наводим порядок, все это вычищаем, обкапываем, обкашиваем, извиняюсь. И тогда мы, конечно же, их таким способом не уничтожим, но мы очень снизим популяцию, и они станут открыты вот этим птицам и хищникам. Следующий способ – это будем раскладывать приманки. Какие приманки? Когда начнется сезон арбузов, это могут быть арбузные корки. Очень они их любят. Затем, если вдруг появятся грибы, то можно грибные очистки, либо старые грибы. Очень тоже грибной запах привлекает слизней всякого рода. Кроме этого, можно разложить даже кошачий корм во влажных местах, либо около тех мест, там, где вы видите повреждения слизнями. Повреждения слизнями легко отличить от повреждения другими грызущими насекомыми, потому что они оставляют после себя заметные такие блестящие следы. А если в случае, не дай бог, испанского слизня, то этот след еще будет и окрашен слегка оранжевого цвета. Такая слизь у него свойства. Разложили мы эти приманки, и я бы порекомендовала вам совместить сбор урожая слизней, пригласить к себе на участок, компанию друзей. Днем раскладываете приманки, а ночью устраиваете факельное шествие, и кто больше соберет, тому приз. 15 минут, и ваш участок освобожден от нашествия слизней. Ну, такой вот простой, вполне себе и очень эффективный метод. Следующий метод, это не совсем приманка, это скорее ловушка, пиво. Делаются стаканчики из чего угодно, можно воспользоваться готовыми, можно срезать бутылку, он наполняется пивом. Только не забывайте расположить на 2 см выше уровня земли. Допустим, это вот земля у нас, чтобы стаканчик этот был выше уровня земли. Снова размещаем в тех местах, где мы видим, что слизни там ходили и вредили. Почему выше уровня земли? Потому что есть слизни, уничтожающие жужелицы, и чтобы они туда по ходу своему не ввалились. Слизни попадаются в эту ловушку, а оттуда уже выбраться они не могут. Еще один метод, который совершенно простой и доступный, и ничего не стоит, это если мы будем раскладывать колючие какие-то барьеры для слизни. Что это может быть? Это может быть такая грубо толченая яичная скорлупа. Подошва или брюшка, как вы хотите называть, у них очень нежная, и такую преграду они не любят и избегают. Поэтому вокруг растения можно насыпать либо яичную скорлупу, либо хвойную еловую иглицу. Ну, не нравится такое, придумайте свое какое-нибудь средство, лишь бы оно не портило состав почвы, ну и внешний вид вашего цветника. Потом расскажете, что используете вы в качестве такой вот колючей преграды. Следующее средство буду вам рекомендовать, это уже совершенно из другой области, и, наверное, автолюбители знают такое средство, которое называется ВД-40. По-простому говорят, ВД-шка с такой любовью. Это вообще, знаете, ну просто как скотч. Это универсальнейшее средство, я имею в виду как скотч, то, что использовать можно что угодно, подошву примотать, дырку залатать. Вы почитаете, и вы просто ахнете, почему вы до сих пор не используете ВД-40 у себя на дачном участке. Попросите у мужа один раз из машины и больше не отдавайте ему. Во-первых, очищает замечательно весь инвентарь, вы можете смазать рабочую поверхность лопатой, земля не будет налипать. Ну это я тоже увлекаюсь, отвлекаюсь. Вы можете промазать ВД-шкой края горшков, края кашпо, входы в теплицу, пороги, вокруг беседки. Слизни по этой скользкой поверхности передвигаться не смогут, и проникнуть в такие места они будут не способны просто. Еще одно средство, которое тоже не относится к садоводству, это скорее электрики нам его подарили, это использовать, рекомендую, самоклеящуюся медную ленту. Ну, по-всякому она стоит, можно найти небольшие объемы, когда ее там 5 метров, 3 метра, может вам больше ее не надо. А хотите, купите и 30 метров, поделитесь с кем-нибудь этой лентой. Что происходит? Дело в том, что слизь от самого этого моллюска, она вступает в химическую реакцию с медью, и происходит такой микроудар током. И он туда дальше не идет. Поэтому, ну это будет даже какой-то элемент декора, если вы кашпо обклеите, либо пороги теплицы, либо веранды, там где ходят слизни, вы замечали. Следующее средство, которое я буду рекомендовать, это привлекайте в свой сад полезных птиц, которые поедают слизни. Какие птицы? Это скворцы, значит скворечники вешаем. Дрозды иногда нам досаждают, уничтожая урожаи, но очень они справляются со слизнями любых видов, включая испанского и черноголового. Если вы сами не хотите, вот насобирали вы этих слизней, да, они большие, живые, извиваются, и вы сами не хотите марать руки в слизи вот этих живых моллюсков, то можно их посыпать солью, либо залить соляным раствором, либо залить кипятком. Обращайте внимание еще на то, что когда вы обрабатываете участок, иногда попадаются такие скопления, прямо гнезда, похожие, будто бы вы забыли удобрение, там вот рассыпалось целый комяк. Это яйца слизней, их огромное количество, поэтому такие яйца вы их не просто выбрасываете на дорогу, они там разведутся и снова к вам приползут, не выбрасывайте их на компост. Ну есть вариант закопать на штык лопаты, можно давить, но это как бы не очень так приятно, а можно снова же залить кипятком, либо соляным раствором. Ну это такие вот действенные свойства. Если вернуться к теме про местные виды, то они, как правило, живут компактно и сильно не активничают. Эти вот, которые иностранцы пришли к нам, они, конечно, очень агрессивны и носят большой урон. Поэтому иногда тот, кто брезгует их там давить, резать, вжечь, топтать, и они вносят вместе с мусором ближайший лесок, или просто выбрасывают где-то там с забором. Дело в том, что даже пару особей сможет обеспечить ваш участок и соседний участок огромнейшим количеством молодых слизней нового поколения. И это будет просто бесконечный процесс. Поэтому, ну, зажмите зубы, стесните кулаки и уничтожьте каким-нибудь приятным вам способом, если можно так выразиться. Химические препараты, если быть более серьезной, они, к сожалению, не всегда действуют. А если и действуют, то действуют и на наших местных слизней и улиток. И снова же, те птицы, ежи, они могут поедать вот эти трупики, и это ведет, естественно, к отравлению. Поэтому использовать можно, но как-то локально и с умом, и все равно вам придется все это убирать. И мне кажется, возвращаясь, что вот способ разложить приманки, пригласить друзей, это самое то. Ну, а если вы постоянно живете в своем доме, на своей земле, то рекомендую приобрести вам пару курочек. Они тоже с удовольствием уничтожают слизней в различных видах. Выберите свой способ, расскажите свой. Спасибо за внимание, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok